Слишком много степеней свободы. Последние несколько дней я пью только каркаде. Мне кажется, этот чувак исполняет песни Цоя уже даже лучше, чем сам Цоя. Он каждый день играет здесь. Это тысячи концертов за последние десятилетия. Он, наверное, просыпается с утра и думает, «Ёптай, как мне это заебало!» Скорее бы уже натолкнуться на Икарус. При определенной температуре он понижает давление, и ты расслабляешься. Один из эффектов марихуаны является тоже понижением давления, и потому человеку хочется сесть или лечь, или просто быть. Видите вот того бухаря, который идет прямо на оператора? Так вот, сейчас вы получите универсальный ответ, как отшить от себя попрошая, который клянчит деньги. Нет, денег нет, карта только. Да, просто карты. Можете соврать, что у вас карты. Типа, у этих чуваков еще нет мобильных терминалов оплаты картами. Однажды я настолько часто говорил этим людям, что у меня только карты в промежутке небольшого времени, что сам поверил в это, и зашел в столовую, где карты не принимаются, и вынужден был свалить оттуда, учитывая, что деньги у меня были. Я на укулеле лучше играю. Что, где эти пиздюки-то, которые на сходку пришли? Давай покричим. А? Давай покричим. Да, чувак какой-то, которого зовут We Love Games, организовал здесь сходку, и к нам подходили люди и спрашивали, извините, а вы случайно не на сходку We Love Games? Мы такие, типа, что нахуй? Какого черта? Оказалось, здесь какая-то сходка есть, но она полуфантомная, потому что мы никого так и не нашли. Вот там жирный чувак стоит, похож на Кевина Смита, но не более того. Не-не-не, бесполезно его рассматривать, он похож со спины просто на любого жердяя, да? А внешне, вот, если повернется фронтально, он прям вот хорош, Кевин Смит, один в один. Да, средства, которые вы донатили на камеру для съемок короткого метра, выведены, но сегодня взять камеру не удалось, но купил винтажный объектив с огромной дыркой. Короче, будет вкусно, если вы понимаете, о чем я. Рубить дерево в лесу, в Сосновке? Вот такое, а? Не, вот такое, да? Крупное, ну. Рубить его, рубить дерево и, типа, делать вызов защитникам природы. Они будут бугуртить, типа, ты что себе позволяешь, Ира, столько там ресурсов, ты знаешь, что чтобы дерево возобновить надо там столько-то времени. Я, как бы, рублю дерево и звоню в полицию. Здравствуйте, я совершил правонарушение. И тем самым я делаю больший вклад, я плачу штраф. А они только пиздят и улюлюкают. И я звоню в полицию и такой, типа, здравствуйте, я совершил правонарушение. Какое? Я дерево, блядь, свалил с Сосновки топором. Типа, ты что, поехавший? И бросают трубку. На премьерах так будет. Если это произойдет, я собираюсь и еду в отделение в полиции ближайшее и говорю, возьмите меня, вот мой паспорт, вот снимки того, что я срубил дерево, и вменяйте мне штраф. И вообще они должны вменить штраф. Более того, он должен быть хороший, там, в районе 5-10 тысяч рублей. То есть, ну, и тем самым я помогаю природе. Как тебе? Привирался, нашел пачку белорусских денег. Какие-то тысячи купюр разных цветов, размеров, прикинул по курсу. Этих денег хватит едва на покупку варежки сомнительного качества. На весну самое оно... Почему? Как только ты покупаешь саженцы, это как минимум там 5-7 саженцев, и люди их посадят на эти деньги. И они вырастут. На штрафы? Да, и это будет больший вклад, чем от тех людей, которые пиздят про защиту природы. Это будет честнее. Это будет какая-то материальная помощь, а не просто улюлюканье. Простите, я не буду брать тебе. Есть. О, боже мой. Круто. Это актер, это актер, на самом деле, кого никто не подходит. Все, спасибо. Спасибо, что это. Что? Кто это? Нет. Что, блядь, происходит вообще? Нам приходится идти в другую сторону, как вы видите, потому что обезумевшие женщины способны на многое. Однажды я расставался с телкой, и мне пришлось ударить ее очень сильно, потому что она впала в истерику. Била посуду и пыталась повеситься на шнуре от водонагревателя, сидя на унитазе. У меня над унитазом был водонагреватель, она обмотала шею этим шнуром и пыталась задохнуться. Ну, не знаю, как это возможно, но разве что она провалилась бы в унитаз. Так что я таких женщин опасаюсь. Они должны все равно быть немножко хладнокровнее, но вы понимаете. Да, вернемся к дереву, к его уничтожению. Мне кажется, этот акт, который я могу совершить, если да, то ставьте лайк и пишите, насколько это действенно и уместно. В один из дней, в ожидании, когда ко мне приедет травмат, расстреливал от газобаллонного пистолета, ну, что было в недавнем ролике, всякие предметы. Почему? Ну, почему? Одно дерево. Помочь природе. Да. Задать за это деньги. Почему тебе просто нельзя? Задать за это деньги. Ну, просто деньги отдать. Потому что это будет провокация, которая привлечет внимание людей к проблеме малого количества ресурса. Просто обычный акт, типа Дмитрий Ларин, спонсирует деньги на природу, это очень слабо. Меценат, блядь, дерево вырастил. Что еще осталось? Ребенка родить? Да пошли вы со своими семейными ценностями. Так что надо жестче. Что-то менять в мире, что-то менять в себе, надо исключительно радикальные меры. И людей чаще нахуй слать. Вот что самое важное. Они совсем не меняют репертуар. Сейчас играет последняя осень. А до этого, когда я рассказывал про дерево, играл на Утилус Помпилиус Апостол Андрей. То есть вот этот сет песен играет уже последние лет 15. И еще столько же они будут воспроизводить. Это предельно странно. Почему они не берут что-то новое, не менее яркие персонажи появились у нас за последние 20 лет в российской музыке. Так нет, блять. Они будут вот эти вот мощи, как вот наша православная церковь, таскают кости человеческие, блять, по всей России. Это странно. Педалирование достаточно примитивных исполнителей. Сой, это заебись. Для своего времени. Сейчас эта музыка никого не удивляет совершенно. Разные, что я только не попробовал. Но лучше всего подошли пакетики со струнами. Их удобно крепить. И из-за смотанной внутри струны он ведет себя так, как надо при попадании. И да, ни одна струна не пострадала. Я даже заменил одну на гитаре. Все в норме. Все в норме, господа. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok